Всем привет! Начинаем это видео с распаковки продуктов. Только что сходила в магазин и решила, как и в прошлых видео, начать с распаковки. Думаю, это многим нравится подсматривать то, что купил. Также и мне нравится смотреть такие видео. Поэтому начинаем. Такие вот тортильи для тако, но я буду делать не тако, а кое-что интересное с них. Подсмотрела в ТикТоке. В этом блоге покажу. Оставайтесь со мной. Кондиционер для белья. Помидорки. Авокадо. Беру такие связочки. Авокадо здесь, в Норвегии. Очень-очень вкусные и доступные по цене. Желе. Кстати, в таких вот коробочках картонных продается желе разных вкусов. Очень классное и вкусное. И застывает очень-очень классно. Вот такую вот намазку на хлебушек. Вот такой еще, типа как в Филадельфии. Масло для выпечки. Вернее, маргарин. Маргарин для выпечки. Так. Грецкие орехи. Это нам понадобится для этих хлебушек. Я не ела грецкие орехи. Наверное, с тех времен, когда была в Украине. Только здесь ни разу не орехов. Так. Ну-ка. Беру такую. Мне она нравится. Масло сливочное. Такое масло в желтой упаковке идет немножечко соленоватое. В серебряной упаковке не соленое. Очень вкусное масло. И макарошки. Вот такой вот маленький набор у меня вышел примерно на 50 евро. Ну, как бы, не мало. Мало купила, не мало заплатила. Все как всегда. А еще в этом видео я покажу, какой у меня процесс сейчас по вышивке бюм-надо. Так что оставайтесь со мной в этом видео. Будем готовить что-то интересное с лепешек. И будем смотреть процесс моей вышивки. Так. Надеваю фартушек. Спасибо Людмиле за фартушек. Знаю, она меня смотрит. Пользуюсь. Очень удобно. Спасибо. Наверное, нужно убрать нам волосы. Правильно? Можно кухню? Так, приступаем. Для начала нам нужно запечь эти лепешки. Может, конечно, шести и хватит. Но я взяла две пачки. Они такие маленькие. Буду вот так выпекать. Сразу четыре штучки. Ну, чтобы быстрее было. Надеюсь. Хотя они же вот так вот, наверное, да? Они так и запекутся криво. Ладно, вот так. Три. По три. Нет. Все-таки по две. Буду выпекать по две лепешки. Ставлю духовку на 180 градусов. Ну, посмотрим, что получится. Не знаю. В видео было все легко и просто. И пока выпекаются лепешки, я буду делать крем. Заварной. И, наверное, вы уже догадались, что это будет. Да. Это будет торт Наполеон. Вот такой легкий и простой способ. Можно было купить готовый какой-то крем, который разбавляется. И, в общем, намазать. И вообще не будет никаких забот и хлопот. Ну, я решила варить заварной крем сама. Так как крутила-крутила эти крема и думаю, ладно, крем уже сама сварю. С кремом, мне кажется, нет таких проблем, как с этим тестом, с этим раскатыванием, вырезанием этих круглых коржей. Так что буду сейчас варить крем. Так. Мне нужен телефон с рецептом. А к вам я вернусь сейчас. За пять секунд у вас это произойдет. Когда испекутся коржи, я, наверное, сейчас не буду пока делать крем. Я дождусь пока испекутся хотя бы эти два коржа, чтобы посмотреть, какие они. Если они не получатся, то чтобы не переводить ее в продукты, я не буду туда варить крем. Так что сейчас подожду, а потом уже буду делать крем. Так. Достала я вот эти лепешечки. Вот так вот они поджарились. Сейчас я одну разломаю. Все равно надо на присыпочку. Вот. И хочу попробовать посмотреть. Видите? Это я сильно зажарила. Следующий я буду зажаривать меньше. Ммм. Класс. Все. Варю крем. Так. Ставлю. Где-то у меня здесь были такие щипчики. Так, эти вот так вот зажарились, но не так сильно, как первый. чем не коржики наполеона блин вообще это шикарный способ мы посмотрим как она будет на вкус но я предполагаю что будет очень вкусно главное чтобы у меня сейчас получился заварной крем потому что я его готовила максимум два раза в своей жизни кстати у нас похолодало сейчас 13 градусов я отводила надю в школу и шла в такой ну как бы легкой курточки с утра был дождик вот а недавно было 36 градусов жары короче стою я как-то утром среди недели на прошлой неделе это чтобы вы понимали так ориентировались во времени прошлое видео у меня было где-то 24 июня а сейчас 2 июля вот на прошлой неделе стою смотрю 3 градуса блин думаю так холодно смотрю по погоде по прогнозу погоды блин 26 27 градусов стоит в итоге утром было плюс 3 днем было плюс 36 градусов вот такой перепад просто но на удивление голова не болело болело потом уже когда с жары переход был на дождь тогда у меня болела голова а так мне климат здесь очень нравится я не потерю не хожу от жары не умираю как это было дома как вспомнил боже когда мы поставили кондиционер дома это было такое блаженство твоя общение я не хотела вылазить дома просто в эту жару здесь и даже вот 37 градусов тут ощущается как все 40 45 даже радостов на солнце потому что может тут в горах и солнце ближе но нету вот этого задыхания вот когда ветерок он свежий ветерок может потому что еще в горах кое-где лежит снег это как такой природный кондиционер вот но мне здесь папа комфорту намного комфортнее чем дома украине главное не прозевать и главное не просевать крем его же нужно помешивать постоянно на медленном огне надеюсь получится орешки попробуем орешки вкус дома у нас во дворе рост такой огромная орех создавал нам тенек летом под качелькой была под орехом качелька было хорошо сидеть под этим орехом но самое классное было когда орех в один момент и так раз и скидывал все листья и ты выходишь а у тебя весь двор засыпан листьями ореха так я выключаюсь включусь уже когда буду либо мазать торт либо есть его не знаю сейчас доделаю торт а вам уже потом чтобы это видео не было растянутым там на три часа все так быстро 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 торт сделали поели пошли вышивать бюнат вот так что буду варить и сейчас включу себе передачку буду слушать и варить еще мне нужно сварить макарошеки и и что и попить кофе хочу съесть попить кофе потому что бегом-бегом сегодня утром побежала пила побежала в магазин прибежала начала сразу торт делать с утра на меня это не похоже обычно я так раскачиваюсь мне нужно до обеда там походить 5 раз кофе попить вот сейчас сейчас допеку коржи сделаю крему он же должен остывать буду посижу на улечке я выпью кофе может быть с улицы вам что-нибудь покажу покажу какие-то мне цветочки цветут как мой помидор растет и горох так что не переключайтесь вот так румянится уже пекутся очень быстро очень так что если будете делать такое смотрите не прозевайте надо вовремя их доставать потому что первый у меня зажарился так конкретно так-то лучше в общем у нас лето так пока у меня кофе горячий сделаю вам обзорчик покупала я за 20 крон этот цветочек но что-то он также вот эти вот вроде бы как ожил но не до конца так тут у меня помидор мой колоситься но не моим надюшки надюшка в школе его посадила принесла мы его пересадили так эту петунию я купила за 20 крон тоже все обрезала и вот скоро она уже у меня зацветет дальше у нас такие вот что-то сегодня от погодки наверное прохладно они не хотят распускаться но я их понимаю в принципе понимаю здесь у меня такая сборная тоже все куплено по скидке за 20 крон а этот у меня цветочек с прошлого года рассвел вот такой вот красавец дальше тут у меня роза оказывается выжила я и не надеялась уже все время забываю как называется это фортензия такая тоже была вообще полностью одни веточки торчали и вот такая красавица у меня уже так это кованхое что-то она уже цветает надо его наверное обрезать уже так мои перцы перцы и тут у меня горох это у меня оставались надо уже подвязать пусть придется оставались у меня эти семена гороха и я просто в горшок их воткнула а в основном у меня с другой стороны час покажу вот здесь вылезла тоже как фиалочка такая будет свести вот и еще один вот такой уже зацвел красавец тоже за 20 крон купила пропадающий цветочек и вот они уже начинают у меня цвести такое вот у меня уголочек для кофе вот а вид на который я смотрю сижу это вот такой вид честно говоря любоваться на этот домик но не перестаю любоваться все время я смотрю на него с восхищением на эту избушку а любая кстати младшая моя смотрит и говорит мне страшно насмотреть на этот дом и почему то страшно но мне нравится так это другой вход с другой стороны дома здесь такие клумбы есть также надо уже подвязывать этот горох я не знаю вырастет ли он что с него будет вот посмотрим посмотрим вот эти дикие винограды нужно убрать отсюда вот такой тряточек мы с девочками садили а это мне давала преподаватель наш давала ревень вот такие вот маленькие уже пошли здесь от росточки от него в общем принялся я думала он здесь не примется но вот этот новый листик уже вот этот был старый вот кстати по норвежски ревень будет рабарбра вот кажись так дальше у нас надо кстати уже косить траву хочу потому здесь цветочки посадите здесь были тюльпаны желтые вот и вот здесь все таку в маках цвело и дикий виноград тут есть такие гвоздики на этом на стене вот так подальше если гвоздики и надо также подвязать такая вот зеленая стена была никак руки не дойдут у меня до этого цветет клевер сейчас очень много разных цветов цветет на обочинах просто красота такой вот мак так и здесь у нас терраса очень жалко что нет выхода на террасу именно с дома нужно с двери обходить вот так но все равно очень классная терраса вот здесь опять горох не знаю я надеюсь что он будет так вниз плестись и либо так просто плестись в общем что будет то и будет а это я высаживала полностью пропала у меня хризантема она была облеплена для этой клей вот внутри я вывела кстати вывела чесночным раствором терла чеснок настаивала в воде и потом просто пшикала каждый день вот такая вот тут поляночка с очень красивенными цветочками голубенькие желтые прям очень красиво скоро зацветут розочки так и кстати мой цветочек тоже по скидке покупку боже я не видела что там какой-то сорняк еще вырос он же висит с той стороны я не вижу а он тут притесался себе вот и здесь уже иван-чай кстати начинает цвести но мы еще тот иван-чай не выпили не использовали не знаю надо ли сушить новый или не надо как бы по идее его сейчас как раз уже нужно собирать и сушить наверное в этом году я этого делать не буду и вот так вот это вот сразу школа честно говоря то что школа рядом это прям бонус-бонус вознаграждение наверное за то что дома у нас школа была в 40 минутах ходьбы от дома садик и школа и мы ходили в общем хорошо что была машина и муж отвозил детей но когда например его не было то мне приходилось либо на автобус бежать либо пешком за ними бегать это было капец как неудобно долго в общем но ничего зато сейчас живем в пяти секундах от школы и садика потому что там школа и сразу садик все кофе моё наверно уже не то что остыла вообще застыла сейчас сяду попью кофе и буду показывать вам наконец-таки бюнат так расположилась здесь на диване здесь возле окна чтобы цвета более-менее передались вот на таком этапе у меня находится сейчас вышивка здесь вот таких это не с юбки будет вот таких вот 5 фрагментов вот и вот так вот я уже в процессе по краям два фрагмента полностью вышитых и теперь все три вот эти вот по серединке я вышиваю ну как под по цветам беру один цвет и вышиваю все эти фрагменты беру второй цвет и вышиваю все фрагменты вот так вот как бы вышила я не очень много потому что все-таки это такой трудоемкий процесс оказался я честно говоря думала будет всего гораздо быстрее помимо вот этого каймы таких деталей в сарафане будет 2 то есть две таких юбки то есть всего по юбке 10 внизу вот таких вот фрагментов и плюс по юбке еще рассыпаны вот такие вот мелкие цветочки также их вышивать кропотливо из-за того что они маленькие вот и с этой стороны вот уже начала тоже вышивать ниточки например какого-то цвета остаются и я чтобы с иголки их не вытягивать и не выкидывать там вот такие обрезки я стараюсь вышивать вот эти вот мелкие цветочки параллельно вот но надеюсь к следующему моему видео это уже юбка часть первая часть юбки будет готова и я вам покажу какая будет полочка и спинка это будет очень красивая вышивка на ней она будет в таком же стиле но там будет большой такой цветок в общем не все сразу чтобы вам была такая интрига и вам было интересно смотреть то покажу в следующем видео и также там будет еще деталь вышиваться для сумочки вот вот такая вот красота но мне очень нравится хочу вам для сравнения показать вот эти вот цветочки вот эти вот я вышивала первое затем я поняла уже сути вышивала вот эти вот и вот эти вот уже но если так сравнить я не знаю будет ли вам видно но мне видна разница очень я думаю к десятому цветочку они будут вообще более идеальны хочу напомнить что это мой первый бюнат первая моя вышивка гладью вот и это волнительно но очень очень интересно думаю что получается неплохо напишите как вам так надо мне выскочить в магазин кое-что купить и решила сократить путь иду через такое этот участок соседский походу вот здесь такая тропинка еле-еле-еле протоптанная и вот выход выхожу я прям практически возле магазина так а как же тут загородили мне проход ладно придется как-то облазить земля это здесь цветочный магазин рядышком положили землю загородили мне проход вот так вот так что опять незапланированная у меня прогулочка вышла беру вот такой вот сироп любая не любит а еще хочу показать кто ищет в норвегии белый шоколад и не может найти то вот он обычный белый шоколад он находится вот здесь в отделе все для выпечки раз уже в этом отделе покажу вам какая разная мука есть посмотрите я честно говоря сильно не разбираюсь в них и не брала особо вот но она тут разных сортов разных помолов в общем и цены плюс-минус все такие вот одинаковые еще у них популярную такие вот разные консервы как-то в прошлый раз я брала вот такую мне очень понравилось с помидором и базиликом это скумбрия вот и вот эти вот их не паштеты тоже очень вкусные такие вот цены такой вот есть варенье у них разная клубничная апельсиновая брусничная ежевика малина яблоко абрикос варенье очень вкусная на обратном пути там загородили машиной не проход короткий путь мы приходится теперь немножечко обходить ну так сейчас буду через кусту есть люблю я и дома ходила по такому короткому пути всегда всегда мне было вау блин сделали это и газонокосилкой проход блин ну это круто ой теперь тут свободно можно проходить класс и напоследок в конце видео хочу показать распаковочку посылки стены как раз сегодня по стечению обстоятельства смотрю почтовом ящики торчит пакет я честно говоря уже сама забыла что я заказываю частично помню частично так первое а это подставочка на телефон потому что здесь часто себе включаю передачу и телефон вечно съезжает и падает что взяла в себе вот такую вот подставочку теперь нужно будет вот так и сразу ей поставим ой удобно очень удобно так чесалочка чесалочка я думаю сейчас уже у многих есть такая чесалка так детям резинки куда они девают я не знаю это очень нужная вещь и грузила видим крестики нолики чтобы не рисовать в общем она была вообще там что-то 5 или 7 тонн ура мне приехала швейная штучка это причем столько много 5 штук не ожидала что ты думал один это это нить вдеватель и такие вот маленькие крючочки в иголку вот так вставляется вот здесь так нитка раз и раз и высовывается очень нужная мне вещь особенно сейчас когда я вышиваю шерстяными нитками и я пользуюсь вот таким сейчас нить вдевателем то такая проволочка но такой вообще нежный еще чуть-чуть это проволочка перестанет существовать а здесь уже крючок такой понадежнее нужно будет приловчиться этим крючочком пользоваться но мне нравится к сожалению нет зеленого цвета есть розовый синий и красный но прикольно что их пять штук можно в каждую вышивку положить и пользоваться класс так это не старший . но я честно их тут 1000 пазлов но я думала будет такая коробка коробка как обычно мы привыкли но она такая маленькая не знаю насколько будет большая картина мы посмотрим это я заказала такую игру математическую вот будем разбираться и может в следующем блоге я покажу правила и покажу как в нее играть думаю будет интересно вот тут и таблица умножения должна быть и плюс-минус в общем как раз то что нужно так заколочки к резиночкам обычно вот эти вот заколки и у меня в тиграх закончился один цвет я не нашла пять штук одинакового цвета нашла только вот такие вот в рыжих оттенках 5 разных цветов нет не 5 3 6 7 7 разных цветов вот и один из них вот 436 как раз у меня закончился надо будет потом поискать чтобы именно 436 был там три штучки 5 штучек чтобы можно было заказать потому что вот это вот конечно было дешево не выходило я не помню сколько как бы они лишними не будут но из этой кучки мне нужен только один вот в тиграх участвуют вот эти вот два цвета по моему вот такая посылочка я довольно особенно вот этими своими вещами сейчас раскроем пазлы и вечером посмотрим игру вот так такое видео не хочется а вы не забудьте подписаться на мой канал поставьте лайк напишите комментарий отвечу на любой вопрос и в следующих блогах обязательно покажем эту игру вдруг и вам понравится всем пока пока пока